Вечерний открыточный вид на Дворцовый мост 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 То, что, например, корейцу хорошо, то русскому смерть Каждый, кажется, сантиметр завешен какими-то иероглифами На самом деле это не иероглифы Это у них такой алфавит, который напоминает Для нас, европейцев, вот эти вот Какие-то вот такие замысловатые Буквы, цифры Вот посмотрите, на самом деле здесь Все понятно Очень много рекламы Что такого плохого в нашей рекламе, скажут корейцы Они к этому привыкли, я думаю, они даже не обращают Внимание И, в общем, как я уже говорила, они прекрасно с ней живут. Новые федеральные правила размещения рекламы сначала петербургский бизнес испугали. Первая редакция документа запрещала установку конструкции ближе, чем в пяти метрах от дороги. При средней ширине тротуаров менее трех метров 90% рынка было бы уничтожено. Губернатор Георгий Полтавченко добился от федеральных властей разумного баланса. С улиц уберут не 90, а 30% рекламы. Бюджет не потеряет деньги, а сотни горожан – работу. При этом исторический центр очистят от ненужного декора. Есть понимание и договоренность, что рынок убирает рекламный конструктор за свой счет. Это, конечно, большой плюс, потому что мы не тратим бюджетные деньги. Но вместе с тем город понимает, что не должен умереть бизнес как таковой. Мы формируем некие компенсационные программы в новостройках, спальных районах, которые, в принципе, могут быть и украшением того или иного участка дороги или той или иной зоны проживания. Операторы наружной рекламы, хоть и лишились лакомого куска, довольны компромиссом и живут в предвкушении инновационного толчка. Рынок ждет переход с печати на цифру. Исчезнут массивные тумбы и расклейщики. А спальные районы озарит неоновый свет экранов с креативной рекламой нового поколения. Эффектные 3D-технологии, которые уже захватили города Европы и Азии. Наружная реклама для любого города как модный аксессуар, к которому во все времена относились критически и размышляли, на чем в этом сезоне сделать акцент, а что убрать полицию на дальнюю полку. И здесь выручает чувство меры. А такому законодателю мод, как Петербург, его, конечно, не занимать.